всем приветики ну в общем разобрался с этим реле по сути это просто часы которые в определенный момент времени либо включают реле либо либо выключают работает реле таким образом что средний контакт постоянно замкнут с вот этим контактом в таком режиме она выключена когда она включается то он просто перемыкается с этим контактом и таким образом вы ставите просто один провод в разрыв и когда и когда будет включаться реле она будет замыкать этот провод и соответственно устройство будет работать работает она от 5 как написано до 60 вольт на самом деле я 5 вольт сюда подавал на эти два контакта и здесь цифры скакали непонятно что творилось работала но не понятно что творилось заработала 6 вольт еще 12 вольт подавал максимальное напряжение не знаю не пробовал максимально что сюда подавал 12 вольт а сколько максимум не знаю может быть вправду 60 но проще все подключается через зарядника телефона просто вставляем micro usb и она включается батарейка нужна для сохранения работы часов чтобы они шли пока не подключено питание чтобы они шли плюс для настроек часов чтобы она помнила год там время ну что все это помнила день а сами настройки таймеров они и без батарейки хранятся я достал батарейку потому что хотел сбросить все настройки но они не сбросились настройки видимо никак не сбросить вот и первым делом когда вы включаете что вы делаете это нажимая кнопку вниз и удерживая входите настройки часов после чего выставляете год кнопками вверх и вниз дальше однократным нажатием кнопки сет переключаетесь на установку месяца и дня далее переключаетесь на часы и минуты после чего она обратно идет по второму кругу просто удерживаете сет и сохраняете настройки после чего удерживаете сет и входите в часов здесь есть пять таймеров по и один первый таймер по и два три 4 5 5 таймеров все они могут работать друг с другом параллельно выполняя свои программы нажимаете error это значит ошибка значит что что неправильно ввели в таком случае нужно либо ввести правильно либо перепадать питание и входя в первый таймер у него есть пять режимов работы прочерки это значит что таймер отключен соответственно рекомендую во всех остальных таймерах которые вы не используете поставить прочерки потому что если вы там что-то настроили и не поставили прочерки то таймеры будет работать и возможно что будет выполняться сразу две команды и в а вы забудете про какой это таймер и в то время когда устройство должно быть выключено оно будет включено потому что будет работать параллельно другой таймер когда прочерки значит таймер не работает итак мы в первом таймере и в нем программа 1 программа 1 выполняет такую функцию что она здесь собственно все расписано но она на английском и как быть сложновато понять проще в самом методом тыка но она тоже сложновато честно говоря методом тыка не ну не дружелюбный такой интерфейс настроек программа 1 работает таким образом что каждый день она по заданное время опы время это время включения вы задаете здесь минуты здесь часы каждый день она включает и выключает реле за данное время вы выставляете кратко временем нажатием переключаетесь когда выставили клавишами вверх вниз меняете цифры однократным нажатием переключаетесь удерживанием сохраняете настройки вот мы включили реле и она работает кнопка стоп переключает выключает реле пока горит офф она никогда если она была включена но выключится либо если была выключена то она никогда не включится он включает также если удерживать кнопку стоп поменяется режим 0d это значит она всегда отображает экранчик cp это значит экранчик работает пять минут потом выключается на реле продолжает работать но как бы такой режим чтобы она не мешала вот эта программа 1 дальше программа 2 она тоже самое как один вы сдаете время включения выключения время часы и минуты часы и минуты включение выключение на нас срабатывать все один раз то есть со следующих 0 часов когда здесь на часах будет следующие 00 часов вот мы задали включение второй программе 00 часов а выключение в 001 она со следующих 00 часов когда дойдет до 0 часов она включится и выключится один раз выше больше никогда не сработает по один постоянно срабатывает как каждый день по 2 программа 2 срабатывать сегодня раз программа 3 вы сдаете время включения время выключения и день когда произойдет это самое включение выключение месяц месяц и день и все то есть она сработает всего один день то есть вы задаете конкретный месяц конкретный день конкретное время включения выключения именно в этот день этого месяца который вы задаете в это время она включится который вы задали и выключится то есть и больше тоже никогда не сработает то есть конкретный день то есть например захотели вы что в новый год елка загорелась вы задаете что именно 31 декабря в час в 23 или там 22 включить в 12 там выключить. Ну, все оно сделает это. Программа 4. Именно из-за нее я вернул деньги за, половину денег за это устройство. Она работает таким образом, что есть время включения и время выключения. Также вы задаете день и месяц выключения и день и месяц включения. Но, я не знаю, как у остальных, у меня она на день вообще не реагирует. Только на месяц. То есть, если вы задали, что с середины февраля оно должно включиться и в середине марта оно должно выключиться. Оно у вас включится тогда, когда настанет февраль, сразу как только будет 2, оно включится и выключится тогда, когда уже будет не март, а апрель. То есть, оно реагирует только на смену месяца. То есть, включается по месяцу и выключается уже со следующим месяцем. То есть вам нужно включить, что включил с второго месяца, в середине выключил с третьего середине, а на второго в начале включится и четвертого месяца только выключится. Ну, у меня так не знаю, как остальных. То есть это брак. Разработчик что-то, ну, не доработал. И, ну, по идее, должна включаться в определенное число определенного месяца и выключаться в определенное число в определенное месяце в определенное время. То есть задали вы там на несколько месяцев, и оно должно работать. но у меня это этот режим не работает к сожалению вот дальше программа 5 программа 5 опять же вы задаете время включения время выключения и задаете месяц и месяц и день включения и день выключения этого же месяца то есть в определенный месяц определенный день она включится и в этом же месяце в определенный день она выключится но перестанет работать то есть она будет работать с определенного дня и месяца в определенные часы которые вы задаете до тоже определенного дня а а потом просто перестанет включать. То есть, довольно-таки все просто. Например, утром включается, например, с 7 апреля оно включается в 8 утра, и, например, в 8 вечера выключается. И так будет действовать, например, до 20 апреля. Потом все перестанет работать. То есть, таким вот образом вы задаете. Также здесь есть, когда входите в настройки, если нажмете стоп, коротковременно, ОУН 2. ОУН 2 это значит, что программа будет работать таким образом, что она не будет постоянно работать, а будет работать коротковременно. То есть, вы заходите... Вот сейчас реле все время работает. Все время. Это ОУН 1, когда оно включает, замыкает контакты, то есть оно все время включено. ОУН 2 это когда оно на секунду замыкает их и размыкает. То есть, действует как кнопка. Хопа, включила, нажала и отключила все. То есть, это ОУН 2 за это отвечает. ОУН 2 это когда оно на секундочку включило и выключило. А ОУН 1 это когда оно постоянно включено. Также, если удерживать стоп в режиме настроек, то еще будет сигнал 0. Это значит, сигнала не будет при включении реле. А ОУН 1 это значит, что сигнал будет. То есть, когда как только загорится лампочка, сейчас она уже не будет, потому что лампочка горит. А так, как только загорится лампочка, начнет пищать. Ну, вот как сейчас запищало. Хотя, в принципе, оно даже после применения настроек пищит. За это отвечает эта настройка. То есть, вы уходите в настройки, удержите клавишу стоп и переключаете. БЛЛ 0 сигнала не будет. БЛЛ 1 при включении будет сигнал. И будет пищать до сих пор, пока вы не нажмете. Соответственно, если у вас стоит ОУН 2, то оно один раз пикнет. В тот момент, когда замкнется. Когда замкнется, после секунды оно уже пищать не будет. Как раз-таки, наверное, для этого режима оно и подходит. Включаешь ОУН 2 и включаешь БЛ 1. И тогда, когда оно сработает, оно один раз пикнет. Удобно довольно-таки. А так оно, я думаю, нет смысла. Хотя, у всех задачи разные. Ну, в общем-то, это все его функции. Больше здесь ничего нет. Единственное, что здесь еще можно как-то сделать так. Ну, не так, как здесь вот нарисовано. Варианты. Ну, это вы уже сами будете там придумывать, смудрить. Можно замкнуть не одно устройство, а два устройства. То есть, например, сюда подается два провода от разных устройств. И сюда один провод от одного устройства, а сюда другого. И получается, когда оно включено, будет одно устройство, замыкается, а когда выключено другое. Либо можно даже питание. Провод, например, черный. Подать сюда питание. Например, 12 вольт. И отсюда черный провод сразу провести на устройство. А красный провод. То есть, завести сюда два провода питания. И отсюда же эти два провода, черный сразу на устройство подать. А красный подать вот сюда. На середину. То есть, вот этот красный подать на середину. Отсюда подать на середину. И плюс тут же отсюда уже брать на устройство. И оно, когда будет замыкать, прямо отсюда будет питание подавать сразу на устройство. Ну, я думаю, вы понимаете, о чем речь. То есть, два черных, красный, белый и красный сюда приходят, плюс и минус. Минус отсюда уже покидаем на устройство. Плюс кидаем на средний провод. И отсюда уже плюс кидаем на устройство. И получается, оно отсюда будет подавать питание. То есть, сюда плюс, минус и плюс приходят. Минус сразу на устройство. Отсюда же идет плюс сюда. И отсюда же плюс сразу на устройство. И когда оно замыкает, оно сразу отсюда уже подает питание. Получается. Удобно довольно-таки. То есть, можно еще таким образом сделать. Вот, собственно, такое вот реле. Оно просто замыкает. То есть, здесь ничего не происходит. Здесь просто замыкает контакты. И сюда можно подключить любое устройство. Смысл в том, что контакты будут замыкаться, оно будет работать. То есть, 220 можно подключить. Да, любое. Просто где нужно замкнуть контакты, чтобы оно работало. И оно будет работать. И батарейка, собственно. Тоже какой-то странный себя ввел. Как я ее куда убирал, здесь пальцем вводил, цифры бегали. Видимо, на пальце есть какое-то статистическое электричество. Оно влияло. И происходило непонятно, что с батарейкой и такого не происходит. Но пока питание есть. К примеру, вот о чем я. Когда сюда подаешь 5 вольт, происходит такая ерунда. Когда подаешь 6, работает нормально. И без батарейки вот пальцем вводишь. Просто пальцем. Не понятно, что происходит. Я не знаю. Какие-то такие странные особенности этого устройства. Вот поэтому. Ну, батарейка служит для сохранения всего лишь настроек часов. Если настройки так хранятся. Ну, собственно, на этом все. Главное помните, что все таймеры, которые здесь есть, они работают параллельно, одновременно. То есть, если вы задаете несколько таймеров, в каждом своей программе они будут одновременно работать. И если вы забудете, где что задали, возможно, все сразу будет работать. Поэтому у меня здесь стоят прочерки в остальных таймерах. Работает только один. Тот, который мне нужен. Ну, собственно, на этом все. Все его настройки, все его функции. Сразу, когда я получил, вообще ничего не понятно было. Тем более, еще инструкция такая вся на английском. Еще здесь написано, что вот OP это CLOSE, а CLAY это OP. Хотя наоборот. OP открывает реле, CLOSE закрывает. Ну, то есть, включает и выключает. Ну, как-то еще так написано непонятно. Вот. Ну, а на этом все. Всем пока. Продолжение следует...